Ну а мы продолжаем нашу программу. Ежегодно православная церковь отмечает три спаса. Это медовый, яблочный и ореховый. Праздники эти являются непереходящими, то есть они отмечаются в одно и то же время, постоянно. И сегодня россияне отмечают медовый спас. Празднование связано как с региозными событиями, так и с настоящими сельскими полевыми работами, потому что именно в этот день собирали мед, как я понимаю, да? Ну а более подробно об этом празднике мы поговорим с настоятелем храма великомученика Пантелеймона Владимиром Понарином. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот у нас есть вопрос дня сегодня. Какой мед именно вы порекомендуете? Какой мед у вас любимый? Да как можно мед рекомендовать? Они все вкусные, главное, чтобы он был натуральный, настоящий. Вот мы пока тоже к этому мнению сходим. Какой мед вкусный? Нет, ну вот есть мед подсолнечника, он вкусный, но он вообще не полезен. Вот это я знаю точно наверняка. Ну и давайте сегодняшний праздник приходится к 9 веку. Впервые его праздновали в Константинополе. Назывался он праздником происхождения честных древ животворящего креста Господня. И пишут православные интернет-источники. Расскажите, пожалуйста, почему такое название? Все верно. Когда обрели крест Господень, то сразу заметили, что люди, прикладываясь, к нему исцеляются. И тогда, в то время, август, самая жаркая пора, начинались болезни. Чтобы как-то избавиться от этих болезней, из сокровищницы, из царской выносили крест. Вот это происхождение или по-другому, изнесение креста. И это был каждый год, начиная с... вот Успенский пост начинался, весь Успенский пост, этот крест в самых болезненных регионах, он переносился, выносился, ему поклонялись, и болезни прекращались. Вот. У нас на Руси с этим днем связано, во-первых, крещение Руси. То есть, в этот день, 1 августа, князь Владимир крестился, согласно летописным источникам. Поэтому в этот день у нас как раз и освящали воду. То есть, кроме того, что крест выносился во всех храмах, и люди кресту поклонялись, еще и освящалась вода. Люди купались, чистили колодцы, лошадей купали и так далее. То есть, этот спас еще называется «мокрый спас». И, наверное, вот поэтому дождь в этот день считался хорошей традицией, да? Ну, видимо. То есть, это знак того, что Русь когда-то омылась от языческих каких-то традиций и приняла византийскую веру православную. То есть, люди этому радовались. Ну, а скажите, пожалуйста, вот сегодня, в основном, как мы, допустим, знаем, мед освящают, правильно? Да. А вот что еще происходит? Какие традиции есть? Какие традиции есть еще вот этого непосредственного праздника? Мы должны понимать, что народные традиции, они тогда были связаны с обычным течением дел крестьян. То есть, ну, в этот день, например, пекли булочки с маком. Почему? Потому что в этот день еще празднуется память мучеников маковейских. И народ услышал, что вот маковеи, наверное, связаны с маком. И более того, к этому времени как раз мак поспевал. Мед тоже самое. Мы к этому времени начинали уже собирать мед. То есть, получается, здесь церковные традиции, церковный праздник, он был связан с народными традициями. Я хочу вам, знаете, рассказать одно чудо. Мне товарищ говорит, я, говорит, осветил баночку меда, одну неосвященную поставил вместе, говорит, наливал из одного места. Значит, который неосвященный, он, говорит, кристаллизовался, что, в принципе, естественно для меда. Ну, весь мед кристаллизуется. А освященный, говорит, у меня не кристаллизовался. Для меня, говорит, это такое чудо. И вот получается, что на самом деле, когда человек обращается к Богу, у него освящается все. И душа, и сердце, и продукты Господь освящает во исцеление людям. Вот сегодня много разных народных традиций, но мы же их не употребляем, все эти традиции. А вот поклонение Кресту остается. Ну что же, это, знаете, мне напоминает нашу рубрику невероятно, но факт. Вот две баночки. Можно проверить. Я не говорю, что обязательно мед, который вы осветите, не кристаллизуется. Но вот факт на лицо, можно попробовать. Ну, а зачем проверять? Если мы проверяем, значит, мы не доверяем. А мы же доверяем, когда идем в церковь, правильно? Ну, на самом деле, все-таки вера, она у многих начинается с испытания Бога. То есть, человек говорит, вот, Господи, если ты есть, помоги мне. Господь сразу же помогает, но потом нужно, так скажем, показать, что ты тоже верен Богу. В этот момент очень верен. Ну, а вот скажите, пожалуйста, сразу за этим праздником, да, и наступает Успенский пост. Вот какие ограничения в этот пост? Крестьяне даже говорили, что Бог от Великого поста отрезал две недели. То есть, Успенский пост, он точно такой же, как Великий пост, только он короче. Да, он всего две недели длится. В этот день, в эти дни рыбу не разрешается. То есть, исключительно вот не животного происхождения продукта. Так как у крестьян к этому времени как раз мед, яблоки, мак, то есть, получалось, что это очень, ну, так, видимо, Господь устроил, что за эти две недели люди набирались витаминов. Ну да, только более спокойный пост, раз урожай пошел, ну, зачем мне есть мясо, если пошли все овощи и фрукты. Ну, что-то замечательно. А еще раз скажите, пожалуйста, вот мы уже говорили о том, что с водой связан данный праздник. Вот какие вообще есть традиции, связанные с водой? Ну, в этот день освящается вода, освящается вода, ну, я уже говорил. То есть, у крестьян в эти дни освящались колодцы, чистились колодцы, лошадей купали, то есть, освящали реки, в этих реках купались, ну, для очищения души и тела. То есть, так как Русь крестилась, этот праздник тогда отмечался, но с греческим праздником он был связан вот с происхождением, изнесением креста Господня. Такой чистый праздник сегодня у нас получается. Большое вам спасибо за эту увлекательную беседу.